Новая неделя, новые события. О главных новостях дня далее в программе «Наше время». Здравствуйте! Сегодня важно узнать о таком. Владимир Зеленский посетил Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин, который подтвердил участие в глобальном саммите мира. Спасибо вам за участие в этом саммите. Это очень сильный сигнал. Россия боится результатов саммита мира и пытается сорвать встречу мировых лидеров. Москва применяет тактику угроз и запугивания, но желаемого не получает. Чем сильнейшую ей протегия, чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения. Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об иноагентах, и он вступил в силу. Как отреагировали грузины и какой ответ готовит Европейский Союз? Заминируют территорию, доставят на передовую провизию и боеприпасы, а еще эвакуируют раненых. Украинские военные разработали и уже тестируют наземный дрон «Махно». Как работает беспилотная техника? Президент Украины посетил Филиппины и впервые в истории двусторонних отношений встретился со своим коллегой Фернандом Маркосом-младшим. Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Украины и за четкую позицию Манилы по отношению к российской агрессии. В свою очередь, лидер Филиппин подтвердил намерение своей страны принять участие в глобальном саммите мира. Спасибо вам за участие в этом саммите. Это очень сильный сигнал. Как я уже сказал, у нас на сегодняшний день более 100 стран. Я думаю, что это действительно, возможно, не последний, но первый и очень значительный шаг на пути к миру. Также Владимир Зеленский и Фердинанд Маркос-младший обсудили вопросы двусторонней торговли, чтобы обеспечить поставку украинской аграрной продукции на Филиппины. Кроме этого, президент Украины заявил о намерении уже в этом году открыть посольство в Маниле. Инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные предприятия призвал ведущий мировые оборонные компании, технологические гиганты Рустем Умеров. Украинский министр обороны рассказал, что уже говорил об этом на азиатском саммите по вопросам безопасности «Диалог Шангрила». По словам Умерова, такое партнерство имеет большой потенциал. Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании – возможность разрабатывать передовое оружие. Также министр отметил, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности. Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус – это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами. Рустем Умеров, министр обороны Украины, Фейсбук. Украина и Эстония в ближайшее время подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Об этом рассказал глава эстонского министерства иностранных дел Маргус Цахна во время визита в Киев. По его словам, в соответствии с документом, Таллин ежегодно будет выделять на военную поддержку Украины четверть процента от ВВП Эстонии. Напомню, что соглашение о безопасности с Украиной подписали уже 15 стран. Среди них Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Канада. На передовой с начала суток зафиксировано 102 атаки российских оккупантов, которые безуспешно пытались прорвать украинскую оборону. Больше всего боев на Покровском, Северском и Купенском направлениях. Подробнее о ситуации там, а также общей ситуации на передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Наибольшая активность российских оккупантов отмечалась на Покровском, Северском и Купенском направлениях. Также украинские воины остановили российские атаки на Краматорском и Приднепровском направлениях. Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении. Воины сил обороны Украины отмечают, что ситуация на этих направлениях под контролем. Противник несет огромные потери. Украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области. Видео опубликовано в соцсетях Госпогранслужбы. Бойцы бригады Помста ударили в дронами Камикадзе по местам укрытия российских военных. Двумя фугасными снарядами, сброшенными с помощью ударного беспилотника, уничтожили переправу через речку Ольшана, чем усложнили логистику противника. Кроме того, украинские защитники дали отпор российским оккупантам в Волчанске Харьковской области. Видеобой опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и отметил, что все атаки противника на этом направлении остаются безуспешными. Российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников. Но бойцы бригады национальной полиции «Лють» разрушают их планы. Четкий результат благодаря слаженному взаимодействию операторов БПЛА и штурмовиков полка «Цунами». Продолжаем деноцификацию и демилитаризацию армии захватчиков. Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины, в Телеграм. Силы обороны Украины смогли навязать противнику бои в условиях городской застройки. А бои в городской застройке – это бои высокой интенсивности, которые, соответственно, приводят к значительным жертвам среди личного состава, атакующей стороны коэффициент 1 к 5, соответственно, в пользу стороны, которая ведет характер активной обороны, то есть Силы обороны Украины. Это по-волчанску. То есть, еще раз подчеркиваю, все попытки оккупантов достичь даже тактического характера успеха не дали нежелаемых для российской стороны результатов. Своевременная передислокация оперативных резервов Силы обороны Украины, в том числе главного управления разведки Министерства обороны, позволила стабилизировать ситуацию на данном направлении. Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию КАСТА-2Е2. Жирную цель, по словам украинских воинов, они обнаружили во время аэроразведки на одном из операционных направлений. Напомним, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и на сверхмалых высотах. А в Сумской области бойцы пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили с помощью FPV-дронов сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения «Муром-П». Отмечается, что стоимость одного такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Безусловно, поражает мартиролог российских потерь. Не всегда цифр воспринимается на суд, но когда графики видны на экранах наших телевизоров или смартфонов, они, безусловно, поражают. А разве чего? Разве какие-то удивительные и странные желания Владимира Путина покорить непокоренную страну? Очевидно, что мартиролог российских потерь далее будет возрастать. Почему? Ставки вооружения и техники продолжаются, в том числе от наших заокеанских партнеров. А это значит, что возможности у наших артиллерийцев далее будут возрастать. А мы же сами помним, что фактически 90% вражеских потерь – это эффективная работа нашей артиллерии и наших российских. Как сообщили в генштабе ВСУ, только за последние сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 1270 российских солдат, а также уничтожили 14 российских танков, 22 боевые бронированные машины и еще 47 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 3 средства ПВО. Кроме того, российская армия лишилась 40 своих беспилотников оперативно-тактического уровня и более 70 единиц автомобильной и спецтехники. Два человека погибли, в том числе 12-летний мальчик. Один получил ранение в результате удара российских оккупантов по Михайловке Донецкой области. Утром армия РФ сбросила на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторила атаку, сообщила областная военная администрация. Повреждено по меньшей мере 5 домов. Россия хочет перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, и это очень опасно в нынешних условиях, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Напомню, Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с марта 2022 года. С тех пор захватчики неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, минировали территорию станции, блокировали работу персонала и отключали линию питания от энергосистемы Украины. С осени 2022 года на АЭС постоянно находится миссия МАГАТЭ, однако россияне не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам атомной станции. Рафаэль Гросси отметил, что для перезапуска АЭС необходимо выполнить тират важных условий. Относительно того, что должно произойти, не должно быть никаких обстрелов или каких-либо действий подобного рода. Также АЭС необходимо обеспечить более стабильным внешним электроснабжением. Это требует ремонта, серьезного ремонта существующих линий, которые в настоящий момент из-за военных действий очень трудно провести. Количество жертв наводнений на юге Германии возросло до 4-х человек. По словам местных властей, ситуация в Верхней Баварии остается критической. В некоторых местах вода продолжает пребывать. Во многих населенных пунктах объявлена чрезвычайная ситуация, людей эвакуируют. В городе Райхерцхофен, где вода уже понемногу отступает, прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что правительство делает все возможное, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия. Мы, а также федеральные власти, сделаем все возможное, чтобы быстро оказать помощь всем пострадавшим. И спасатели, и армия уже направлены в этот район. И это, конечно же, сложившаяся практика солидарности, принятая в Германии. В случае стихийных бедствий мы оказываем поддержку всем регионам страны. Будем это делать и здесь. Ведь так и должно быть. В этом суть Германии. Впервые в истории президентом Мексики станет женщина, представительница правящей партии и мэр Мехико Клаудио Шейнбаум. По итогам предварительного подсчета Национального избирательного института страны она получила более 57% голосов избирателей. Мировые СМИ называют победу Шейнбаум выдающимся достижением для Мексики, известной своей патриархальной культурой. Один из крупнейших немецких производителей оружия инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве. Как сообщает местный телеканал ЛРТ, соответствующее соглашение подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрина Арномайта и представители оружейного концерна. Ожидается, что завод, которому присвоен статус государственного значения, будет производить десятки тысяч боеприпасов в год. Истребители F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявила министр обороны Нидерландов. По словам Кайсы Олленгрен, Амстердам не будет вводить ограничения на использование самолетов, как это сделал Брюссель. У нас нет ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке сил и средств. А именно, как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться. Кайса Олленгрен, министр обороны Нидерландов. В интервью «Политика». Более десяти стран, среди которых США, Великобритания, Швеция, Франция, Польша и Канада, разрешили Украине использовать свое вооружение для ударов по военным целям на территории России. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину. Также он хочет создать Европейскую коалицию инструкторов для подготовки украинских военных на их территории. При каких условиях это может произойти, расскажет Лариса Зубенко. Попыткой прорвать оборону Харьковской области Россия, по сути, сама себе оказала медвежью услугу. Войскам Федерации так и не удалось достичь успехов на поле боя. А западные партнеры Украины один за другим дают Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России. В соответствии с международным правом Украина имеет все права на то, что она делает. Это нужно сказать прямо. Украина подверглась нападению и может защищать себя. Мне кажется странными некоторые заявления, что ей нельзя позволять защищаться. Одной из главных интриг до недавнего времени оставалось то, разрешит ли Вашингтон удары по России американским вооружениям. США, лидер по поставкам оружия в Украину, позволили ВСУ использовать ракетные системы с залпового огня «Хаймарс», управляемые боеприпасы «Джи-МЛРС» и артиллерию для атак по территории Федерации. Оговорка, удары должны быть точечными по скоплению войск противника или военным объектам, которые атакуют или несут угрозу не только для Харьковской области, но и для других приграничных районов, пояснил старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Решению в значительной мере способствовал визит Энтони Блинкина в Киев, уверены в «The New York Times». Госсекретарь Энтони Блинкин вернулся из отрезвляющей поездки в Киев и в частном порядке сказал президенту, что его запрет на использование американского оружия по российской территории теперь ставит под угрозу отдельные регионы Украины. По его словам, россияне воспользовались президентским запретом и организовали постоянные атаки из недоступного места прямо вблизи российской границы. Но к тому времени Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, министр обороны Ллойд Остин, уже пришли к выводу, что география битвы вокруг Харькова потребует исключения из жесткого правила, заявили высокопоставленные чиновники. Салливан и Остин пришли к выводу, что нет смысла ограничивать украинцев в ответе. Из публикации «The New York Times». Франция не только разрешила бить своим оружием по территории России. Как сообщает газета Le Monde, Эммануэль Макрон планирует собрать коалицию союзников, готовых отправить военных инструкторов для обучения солдат в Украине. Как же нам объяснить украинцам, что мы планируем защищать эти города, к примеру, вокруг Харькова, если мы скажем им, что не разрешено добивать до точек, откуда стреляют ракеты. Мы им говорим, мы снабжаем вас оружием, но вы не можете защищаться. Мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запущены ракеты. И в основном военные объекты, откуда атакуют Украину. Не все страны выдвинули конкретные условия в вопросе ударов их вооружения вглубь России. Издание BBC со ссылкой на собственные анонимные источники предполагает, что в некоторых случаях речь может идти и о дальнобойном оружии. В Великобритании и Франции, которые поставляют Украине совместно изготовленные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, не ограничили публично их использование. А дальность их действия может достигать 250 километров. Фактически президент Франции Мануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе, мы должны позволить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты. И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow, рассказал BBC офицер военной авиации, предпочитающий оставаться анонимным. Так, по его словам, Украина теперь может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной. Из публикации BBC. При этом президент Украины Владимир Зеленский уверен, разрешений на использование дальнобойного оружия вглубь России должно быть больше. Ведь войска Федерации продолжают использовать дальнобойную артиллерию и системы вооружения с десятками тысяч ракет для атак на мирные города Украины. И к другим важным темам дня. Израиль допускает прекращение огня с боевиками Хамас на короткий срок, а именно на 42 дня. Но о полном завершении боевых действий речь пока не идет. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху и подчеркнул, что Израиль готов обсуждать условия окончания войны с Хамас. При этом, по словам премьер-министра, война закончится, когда Израиль выполнит все свои цели. А это ликвидация террористов Хамас и освобождение всех заложников. Мы прилагаем дополнительные усилия, чтобы вернуть всех наших граждан из плена боевиков. Но мы также сохраняем цели войны. В первую очередь, это ликвидация Хамас. И мы настаиваем на том, чтобы завершить и то, и другое. Это часть плана. И это то, с чем мы единогласно согласились на военном кабинете. Напомню, новый план по прекращению огня в секторе Газа, состоящий из нескольких этапов, предложил президент США Джо Байден. Следуя ему, после прекращения огня Цахал должен вывести войска из сектора Газа, после чего должно произойти освобождение израильских заложников в обмен на свободу для палестинских заключенных. Также жители Палестины должны вернуться в свои дома. При этом увеличится гуманитарная поддержка. 600 грузовиков будут доставлять помощь в Анклав каждый день. Джо Байден призвал террористическую группировку Хамас принять это предложение. Спикер парламента Грузии Шалва Папаушвили подписал скандальный закон об иноагентах. Напомню, ранее президент наложила на него вето, однако парламентарии преодолели запрет. За проголосовали 84 депутата, против только четверо. Теперь, согласно документу, Минюст и Минфин Грузии получили право без суда требовать информацию и действовать в соответствии с системой доносов, вводя по своему усмотрению штрафы. В Евросоюзе подчеркнули, что данный закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС и предупредили о последствиях. А грузинские активисты призвали Европейский Союз ввести санкции против сторонников закона. В Литве вступил в силу запрет на ввоз сельхозпродукции, а также кормов из России и Беларуси. В списке запрещенных товаров мясо и субпродукты, рыба, яйца, мед, кофе и специи, а также зерно, молочные продукты, алкоголь и прочее. Напомню, ранее министр сельского хозяйства Литвы Кастутис Новицка заявил, что ЕС следует расширить ограничения не только на зерно, но и на всю агропродукцию, которую импортируют из России. Российская и белорусская продукции нечестно конкурируют с продукцией фермеров стран ЕС. Но что еще важнее, продавая продукты питания на рынке ЕС, Россия зарабатывает миллиарды, которые используют для финансирования войны, развязанной ею в Украине. Поэтому введение ЕС импортных пошлин на российское и белорусское зерно, по сути, будет означать запрет его ввоза в страны Евросоюза. Кастутис Новицкас, министр сельского хозяйства Литвы. На глобальном саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, Соединенные Штаты представят вице-президент Камила Харрис и советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. И уточнили, что Камила Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который будет основан на суверенитете и территориальной целостности Украины, а также принципах устава ООН. Россия всячески препятствует проведению саммита мира, прибегает к различным методам, от дискредитации заседания до попыток убедить другие страны не участвовать во встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Украины во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой. Напомню, саммит мира пройдет в Швейцарии на следующей неделе. Своё участие в нём уже подтвердили более ста стран мира. Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такой системной работы по всему миру по подрыву его проведения. Действия по подрыву саммиту являются системными и беспрецедентно масштабными, что ещё раз подтверждает, что мы всё делаем правильно. Мы на правильном пути. И совместно с партнёрами мы создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях страны, которая напала, или на условиях страны-посредника, а на условиях Устава Организации Объединённых Наций. О попытках России сорвать глобальный саммит мира во время тура в Азию говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Кремль шантажирует страны блокадой химической и аграрной продукции, а также демпингом цен на электроэнергию. Позицию Москвы поддерживает Пекин. В Китае предложили уже второй альтернативный мирный план. Почему Украина отвергает подобные инициативы, Андрей Дмитренко расскажет. На саммите в Вашингтоне Североатлантическому альянсу необходимо разработать общий стратегический подход по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи глав дипломатических ведомств стран Североатлантического альянса. Сами должен обеспечить укрепление сдерживания и оборонные позиции альянса, включая нашу способность эффективно противостоять гибридным угрозам со стороны России и других стран, а также помочь нам сформулировать надежную стратегию сдерживания России. Потому что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всех нас. В 2024 году страны НАТО планируют потратить на оборону рекордные 380 миллиардов долларов, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Толденберг. При этом пишет Financial Times ссылкой на представителя НАТО. Пока у стран блока есть только 5% необходимых мощности ПВО для защиты Центральной и Восточной Европы. Союзники договорились приобрести еще 700 истребителей пятого поколения. А Берлин и Вашингтон собираются построить в Германии новый завод по производству ракет Patriot. В ЕС обсуждаются здания небесного щита, который будет включать израильские ракеты Arrow 3, американские Patriot и немецкие Aris T. По информации Financial Times, этот проект предложила Германия. В Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону, отметил Столденберг. Остальные страны блока должны достичь этого показателя до 2029 года. Например, Мадрид в 2024 году выделил на оборону 1,3% бюджета. В то время как Берлин уже обсуждает установление целевого показателя в 3%. Польша в 2024 году потратит на оборону более 4% ВВП. Это самый высокий показатель среди европейских стран-членов Североатлантического альянса. Оборонный бюджет США за два года вырос более чем на 8% и достиг 886 миллиардов долларов. Помимо проблем с бюджетными возможностями и задолженностью, на нынешние дебаты о распределении ресурсов накладывается различие восприятия угроз в Европе. Поэтому страны, расположенные дальше от Украины, могут быть менее склонны уделять приоритетное внимание вопросам обороны, чем те, что находятся вблизи ее границ. Джеффри Ратке. Президент Американо-германского института при университете Джона Хопкинса в Вашингтоне. В комментарии Deutsche Welle. На июльской встрече лидеры стран НАТО примут решение по укреплению обороны, сообщил генеральный секретарь альянса. Он поддержал решимость союзников по блоку инвестировать средства в новые военные технологии и в повышение боеготовности. Во Франции стартовали торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшей десантной операции в истории. Высадки союзников в Нормандии. Она ознаменовала открытие Западного фронта во Второй мировой войне и в конечном итоге привела к освобождению Западной Европы от нацистских захватчиков. Мероприятия, включая фейерверки и выступления парашютистов, продлятся всю неделю. В городе Сент-Мэр-Эглис, одном из первых освобожденных городов Франции, откроют памятник французскому сопротивлению, а также президенту США Дуайту Эйзенхауэру, который командовал нормандской операцией. Среди приглашенных гостей мировые лидеры, в том числе Джо Байден, Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Джастин Трюдо, а также ветераны Второй мировой, большинству из них уже за 100 лет. Я был на линкоре «Невада». Когда отдали приказ открыть огонь, мы сделали первые выстрелы, чтобы начать операцию. Мы находились на боевых позициях 80 часов подряд. Запустили 4 эсминца ночью. Было также много радиоуправляемых бомб, мин и всякая всячина с неба. Эффективные и незаменимые. Беспилотники отлично зарекомендовали себя и в воздухе, и на воде, и на суше. Поэтому все больше задач на фронте выполняют именно управляемые дроны. Бойцы 108-й бригады сил территориальной обороны разработали несколько платформ, способных минировать, доставлять боеприпасы или эвакуировать раненых. Как работает техника, узнали мои коллеги. Современный «Махно» выглядит приблизительно так. Наземный дрон с этим именем – разработка бойцов 108-й бригады терробороны. Благодаря ему военные смогут доставлять на передовую провизию или боеприпасы и минировать территории. Андрей с помощью пульта руководит наземной платформой. К 108-й бригаде он примкнул в феврале 2022-го. Сейчас вместе с побратимами трудятся над различными проектами. По словам разработчиков, «Махно» легко выдерживает серьезные нагрузки и может развивать внушительную скорость. Если настрой у правильный, оператор успел с ним познакомиться поближе, то управлять несложно. Если у вас в детстве была такая машинка, то учиться очень легко. «А сколько времени вам понадобилось, чтобы освоить?» «Ну, наверное, часа два поработать с пультом, поработать с машиной». А вот тоже «Махно», но покрупнее, чем его предшественник. Эту наземную беспилотную платформу разработали для транспортировки крупногабаритных грузов. А еще оба дрона довольно быстрые и прочные, оборудованы защитой от осколков и пуль. Правда, «Махно-2» был задуман прежде всего для эвакуации раненых из горячих точек. Когда, например, выдвигается группа, их накрывают. Например, те же дроны. У нас один раненый. Враг смотрит сверху, ждет, когда мы заберем раненого. Соответственно, станет больше раненых. Выезжает автоматический комплекс. Он грузится и уезжает. Конечно, будет легче с этой техникой, нежели на руках нести раненого. Это очень полезная разработка. В бригаде подчеркивают, именно желание сохранить жизни по братимам подтолкнуло к разработке подобного аппарата. Руководит производством офицер с позывным «Дискус». Отмечает, наземные дроны позволяют выполнять боевые задания без лишнего риска. Сейчас на позиции не проехать, не пройти невозможно. Враг активно ведет наблюдение. Поэтому мы решили собирать эти дроны, чтобы вывозить людей, осуществлять логистику. Пока что наземный дрон «Махно» на этапе испытаний. Военные тестируют параметры его работы в разных условиях. При необходимости совершенствуют конструкцию. Роман как раз работает над одним из изделий. Пока сваривает детали, рассказывает о себе. В бригаде уже более двух лет с того момента, как пришел в военкомат добровольцем. В гражданской жизни был водителем, но после полномасштабного вторжения сменил специализацию. Понял, что нужно больше помочь парням не в вождении автомобиля, а в производстве тех же самых дронов, турелей и другого оборудования. Поэтому взяли в руки сварочные аппараты и стали работать. Средства радиоэлектронной борьбы необходимы, чтобы «Махно» был не только быстрым и надежным, но и незаметным для противника. Ведь главное, благодаря его применению удастся сохранить многие жизни.